Дамы и господа, я немножко еще проаннотирую следующее блюдо. Следующее блюдо мы вам предложим довольно интересное, отчасти обычное, а отчасти необычное. Называется оно «Кундюмы». Второе название, которое встречается в документах, положим в 17 веке – «Кундюбки». Почему-то было очень популярно, но и в 16 веке, и в 17 веке, судя по оставшимся документам, такие как списки царских обедов, и, например, слово «Кундюмы» упоминается в таком замечательном документе русском, который называется «Домострой», про который наверняка все слышали, а, может, кто-то и читал. Есть еще такой замечательный документ с конца 16 века до нас дошедший, который называется «Книга ясна есть густого подаваемых». Это такое правило по временам года, по праздникам, по православным, по постам, какие блюда готовить, какие блюда есть. Вот там эти самые «Кундюмы» тоже многократно повторялись. Первый рецепт, и, собственно говоря, последний рецепт «Кундюмов» за 18-19 год в кулинарных книгах, эта книга замечательная такая, которая называлась «Русская поварня», прекрасного русского человека, такого тульского помещика Василия Михайловича Пролёпшина, который такой бытописатель русского помещичьего быта, про него Пушкин, того же самого Евгения Онегии, распоминал в «Курезисе мудрецы» и в «Школе Лёвшина птенцы». Вот в точном соответствии с рецептом 1814 года из книги «Лёвшина. Русская поварня» мы приготовили кундюмы. Что такое кундюмы? Это такие, с позволения сказать, пельмениобразные блюда, которые в России были известны задолго до того, как в России стали известны, например, пельмени. Ещё в середине XIX века в поваренных книгах, и не только в поваренных книгах, читающие публики разъясняли, что такое пельмени. Само слово «пельмени» — это происхождение из пельмянского языка и больше, так сказать, характерно для путни северных уральских народов, в России очень появилось достаточно поздно. Но до того, как появились пельмени в России, были вот эти самые и кундюмы, и кундюбки, и ушки, и всё это было похоже достаточно. Но отличие, такое кардинальное, кундюмов от пельменей тех самых, а также от вареников, хинкали, равиоли, манты, пос, гуляцких там и так далее, в том, что, в отличие от всех прочих, которые варятся либо в воде, либо на пороге, кундюмы не варятся, они запекаются. Вот опять же то, что я говорил, характерный самый приём русской национальной кулинарии — это запекание. И так далее.